Корпоративная культура. Я захожу в Остин, в головной офис, или вот первый день моей работы в компании Остин, как я прочувствую на себе вот эту прекрасную, невероятную корпоративную культуру, которая вовлекает меня, втащит меня в этот бизнес? Это контекст. Заметь, куда бы ты ни приходил, ресторан, офис и что-то другое место, ты ощущаешь. Ты ощущаешь людей, как они смотрят на тебя. У них восторженные взгляды или незамученные рабочими буднями. Ты смотришь на open space. Например, мне приходят часто вечером на собеседование ребята, говорят, что у вас там после шести семьи нет практически никого в офисе. Я говорю, ну у нас нет авралов, зачем? У нас есть график, ты можешь выбрать работать с восьми, с девяти или с десяти. Мало ли, может, у тебя семья далеко живет или твои партнеры за рубежом. Плюс комфорт, что выделяют все. Комфорт, комфортное отношение, комфортное взаимоотношение с своим руководителем. Мы все общаемся на ты. У нас принцип открытых дверей. С директором общаемся на ты? Вот единственный человек, с которым я общаюсь на вы, это Василий Анатольевич. Ну, это наш SEO, потому что, ну, дань его уважения и опыта. Является ли он столпом корпоративной культуры? Обязательно. Это все с головы идет. Вот первое лицо HR, это те люди, которые формируют культуру, не дают ее развалиться и ищут правильных людей, понимая, что это такое под каждую компанию. Доставляя счастье. Помнишь, Тони Шея? Да. Я был в Запасе. Ходил по этим улицам, там, ну, пиратские флаги, все остальное. Я разговаривал с российскими компаниями, был в Mail.ru. Но ты знаешь, сама по себе атмосфера не есть еще и эффективность. Как совместить атмосферу, культуру и эффективность? Ну, конечно, я тебе не скажу задачу, которую можно решить на коротком плече. Это долгий-долгий путь. Путь в долгую. Игра в долг обязательно. Сколько? Насколько? Ну, я думаю, что если брать компанию какую-нибудь с нуля, но три года как минимум уйдет, ты и четыре года на построение такой культуры. То есть ты вовстенье уже больше четырех лет. Больше пяти лет. Больше пяти лет. Пошел уже шестой год. Да. И это все время ты занимаешься корпоративной культурой в том числе. А это неотделимо. Неотделимо. Вот не знаю, что я делаю. Я выступаю на конференции, я докладываю ежегодный отчет коллегам. Мы сейчас с тобой это рассказываем. Это уже культура. А это зависит от того, насколько ты людей правильно приводишь в команду, насколько они пронизываются этой культурой и могут, собственно, делать те движения и те шаги, которые с этой культурой будут соизмеряться. Но это сложно. Это нужно изо дня в день. Ты приходит, сотрудник, к нему все по-доброму относятся. В этот момент, когда сотрудник приходит на работу, у него же тоже вопрос, а не лоханулся ли я, придя в эту компанию? У него стресс. Стресс, конечно, да. Да. Я когда, опять же, провожу тренинги, я говорю, ребята, так, вспомнили свой первый день в компании. И когда вы теперь пришли домой и вас спросили, ну как, вы что сказали? Что скажет сотрудник компании Остин, когда его вечером спросят, ну как? Это когда спросит супруга или, может быть, там, молодой человек, он скажет, слушай, классно. Во-первых, я был сегодня на Велками. Мне рассказали в целом красочная компания о наших целях. Это уже заряжает. Показали фильм. И мне дали красную кружку, на которой написано Остин, с которой я теперь буду на работе пить кофе. Вспоминать тебя, дорогая. И первое, что мне понравилось, это HR. Вот я считаю, что мы, одну из практик, которую поставили за много лет работы в Остин, это рекрутинг и это HR, которые первые знакомятся, которые адаптируют, которые знакомят с офисом и которые поддерживают как минимум первые несколько месяцев для того, чтобы человек адаптировался в компанию. Подбирать людей мы научились и научились их интегрировать внутри компании. Это, наверное, ключевое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова